Депутат Госдумы назвал условия возвращения России в ПАСИ. Россия готова услышать призыв парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСИ, обращенной к ней. Однако она вернется только в случае, если диалог будет равноправным, а права делегаций не ущемлены, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Мы хотим, чтобы и нас услышали», цитирует его РИА Новости. По его словам, Россия хочет, чтобы в ее делегации видели не только источник взносов, но и равноценных, полноценных членов ассамблеи, участвующих в голосованиях. Никаких советов РФ может выйти из СЕ после выборов генсека структуры. Москва настаивает на полном восстановлении в правах ее делегации в ПАСИ. «Мы пойдем только на условиях, соответствующих стандартам международного права», заявил депутат. Чепа подчеркнул, что никакой дискриминации не должно быть в отношении не только России, но и других стран. Ранее 10 апреля ПАСИ большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы. В документе указано, что неисполнение призыва может привести к приостановке представительских прав России как в ПАСИ, так и в Комитете министров Совета Европы. Российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав РФ. Ограничение регулярно продлевалось. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. До этого решение Москва была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы, ежегодно переводя в него около 30 миллионов. Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. 15 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что РФ вернется к работе в составе ПАСИ только после устранения санкционных статей из ее регламента. Два дня спустя депутаты Госдумы приняли решение не формировать парламентскую делегацию от России в ПАСИ и не платить взнос все.